Всем привет! Я Алексей. Я Сергей. Мы из клуба Саптерова Коломна. Сегодня расскажем, как мы храним свои доски. Доски мы храним всеми возможными способами, как в обычном виде хранят их обычные люди. То есть в свертном состоянии, в рюкзаке, и они стоят дома в тепле. Единственное исключение, ни в коем случае не около отопительных приборов, потому что лишнее вот это тепло, оно пагубно влияет на свойства ПВХ. Оно может усыхать очень быстро. И не в жилых помещениях, где вы спите, подкрывать его хранить не надо, потому что ПВХ все-таки выделяет немножко летучих веществ в процессе своего хранения. И если новая доска, так она еще пахнет клеем. Если у вас все-таки квартира маленькая, то лучше положить доску в полиэтилен, в большой такой пакет, и убрать в рюкзак. И уже вот в таком виде положить куда-нибудь в шкаф, если у вас нет места, положить куда-нибудь там в кладовку или на балкон. Большой пакет это... Большой пакет это можно использовать какой-нибудь 240 литров, мусорный пакет. Стоят они недорого. Там пару пакетов взять. Только когда будете покупать сами пакеты, вы понюхайте. Потому что бывает тоже очень вонючий пластик, из которого делаются. Ну, выбор огромный. Можно просто завернуть в кусок полиэтилена. Если у вас доска была новая, и она была когда-то завернута в полиэтилен, в этот же полиэтилен можно там сточем обмотать. Но это если вы совсем не собираетесь зимой кататься, просто вот на долгое хранение до следующего сезона вы ее убираете. Вот. Хранить ее можно как в тепле, так и наморозить. Вы можете ее вынести там на балкон. Да, единственное, ну, чтобы он там желательно был остекленный. То есть, чтобы не было там внешнего воздействия в виде там осадков, воды, снега и так далее. Отрицательную температуру ПВХ вообще не страшна. Он вообще не страдает. Вы можете посмотреть в окно. Большинство окон сейчас сделаны из ПВХ. Это такой же материал, из которого сделаны доски. Там немножко другие пластификаторы. Но суть та же. То есть ПВХ холода не боится. Он боится только, когда его снимают. Мы перед тем, как снимать ролик, мне позвонил Алексей, говорит, Слушай, давай, для наглядности, найди кусочек ткани ПВХ и положи в морозилку. Я говорю, да что, проблем что ли, сейчас сделаю. Беру обычный ремкомплект, который, ну, почти в каждой доске есть, да. Достаю два кусочка ПВХ. Один специально сложил, сжал прищепками, чтобы у него была складка была, да. А другой просто прямой. Они пролежали у меня сутки. Сейчас мы их покажем. Вот. Я открываю морозильник, достаю, такой, блин, морозильник сломался. Он такой же мягкий, вот, ну, он тоненький, потому что вот то, что в заплатках, он тот же самый материал, но он однослойный, но он тоненький, да. И если, вот, не верьте мне, да, вы можете точно так же с своим ремкомплектом проделать такой эксперимент. Положите его в морозилку на ночь, там, насколько угодно. Морозилка, там, от минус 18 до минус 25, да, у кого, смотря какая там модель морозильника. И вы убедитесь, что с ним практически ничего не происходит. Но, в то же время, это если он лежит в спокойном состоянии, ничего с ним, никаких манипуляций не происходит. У нас доски в клубе хранятся, у нас порядка 20 досок, и часть может храниться в тёплом помещении, которое мы точно зимой не будем использовать. Ну, это маленькие доски, там, детские в основном, да, детей практически никто не приводит зимой кататься. А вот доски в нормальном накачанном состоянии, ну, слышно, да, то есть это рабочее давление, всё, мы практически вот послезавтра собираемся на воду. То и дело, спускать и накачивать зимой, ну, нежелательно, да, постоянно держать сильное давление тоже не нужно в досках, это не улучшает их долговечность, да. А вот, посмотри, допустим, вот эта доска, она прям совсем просто, даже она не накачана, а просто расправлена воздухом, да, то есть в ней, то есть на этой доске мы не будем кататься, мне её просто в доме некуда положить, поэтому она у меня лежит здесь. Если мы покатались, доски у нас сырые, обратите внимание, как лежат вот эти доски. Дно ко дну, да, то есть вот там у нас перекладинки лежат, коврики проветриваются, и здесь коврики проветриваются. Вот, сухие доски, которые иногда были сухие, они лежат уже без разницы, как вам удобно складывать. А сырые доски надо обязательно складывать ни в коем случае, чтобы ковры не соприкасались, потому что они могут смерзнуться, и когда вам задумывается доску взять, ну, коврик может просто элементарно разорваться в месте, где он слипся, смерзся. Вот, в общем, суть такая, что мы берём накаченные доски, кладём их на багажник автомобиля, или же вот выкатываем этот прицеп, цепляем за машину, и едем, катаемся в своё удовольствие, всё как обычно. Если у вас нет такой возможности хранить доску в накаченном состоянии, где-то в гараже, в каком-то там сарае, или там в частном доме, пожалуйста, свёртывайте её, убирайте в рюкзак, храните её либо там на балконе, на лоджии, да, главное, чтобы она там не мокла, и не подвергалась постоянным каким-то замораживанием, размораживанием, потому что может образовываться конденсат, и в конечном счёте она у вас, ну, заплеснеет и затухнет. Можете хранить её там под кроватью, на антресоле, где угодно. Но, когда вы собрались покататься зимой, в холодную погоду, в отрицательную температуру, но отрицательную мы считаем от нуля и примерно до минус, там, 4-5, при более низких температурах доски тоже ничего не будет абсолютно. Она выдерживает жесточайшие наезды на кромку льда, можно прям вообще выезжать на лёд, можно ломать доской как ледоколом лёд, то есть наезжать на лёд, прыгать на льдине, пока она не проломится. Вот, можно... Ещё такой немаловажный момент, если вы храните доски, неважно, в гараже, в частном доме, но перед даже краткосрочным хранением, там, неделю, даже на день, если вы их кладёте куда-то, они у вас должны быть идеально вымыты. То есть никакой органики на них не должно остаться, там, в виде просто грязи, в виде остатков водорослей, даже рязг, тина. И тем более, если вы там, ну, как, допустим, мы на прошлой, на своей последней каталке поймали рыбу, я её клал на палубу, засовывал там под ручку, чтобы она не убежала, да, осталась слизь. Это надо тщательнейшим образом смыть, и лучше всего смыщенными средствами, чтобы никакого запаха не осталось. Для чего? И не осталось запаха мощного средства прополоскать тоже. Ну, в идеале, да. Для чего? Потому что мыши, они вот сейчас в это время годы, когда кончается осень, наступает зима, они приходят в жилые помещения, где тепло, где есть еда, и они просто в наличию запаха, вот коврик будет пропитан просто запахом, они его погрызут. Могут прийти коты ваши же или соседские, да, и просто выточить когти об ваш коврике, поэтому кладите... А крысы вообще любят есть полыхают? Да, крысы, они обгладывают даже электропроводку под напряжением, зачищают провода лучше всякого электрика, вот, и их причем током не убивает. Значит, то же самое касается досок, которые вы в свернутом виде положили, ну, где-то оставили в гараже, даже в бетонных гаражах, не удивляйтесь, мыши появляются. У них есть такое свойство пролезать в такие микрощели, которые меньше толщины мыши, но мышь имеет такое свойство, она плющится, у нее реально даже череп может плющиться, и она пролазит в такие щели, в которых вы даже не подумайте, что там может пролезть мышь. Вот, и они элементарно могут питаться вашей доской, прямо конкретно питаться. У нас случаев, чтобы прогрызли мыши, нету, но байдарки, слышали такие истории, как там собираются в поход, берут байдарку, а она насквозь прогрызана, то есть, да, в ней вот просто дырка такая. Вроде одна сквозная, когда ее разворачивают, получается, как гирлянда такая. Да, нарезанная, да, по всей, да, и все, и она, в общем, в восстановлении уже не подлежит. И то же самое происходит с рыбацкими лодками, которые тоже сделаны с ПВХ. Рыбацкие лодки, они вообще рыбы воняют, да, не всегда, не все их моют перед хранением. Почему надо мыть обязательно? Мы на одном из экологических сплавов показывали, было у нас видео в сториз, если Алексей найдет, он вставит это в ролик, холодильник, внутренняя часть холодильника, которая запененная. Ее кто-то выкинул, а он плывет по реке. Плывет очень давно, и вот эта пена, которая, ну, аналог монтажной пены, понимаете о чем, да, она пропиталась водорослями, имеет такой запах, который приятен бобрам. И бобры эту пену просто обгладывают, и они ее едят. То же самое ПВХ, оно имеет порчатую структуру, я уж вообще не говорю про коврик, да, это, по сути, губка, также напитывается вот этими запахами, и мышки, им тоже этот запах может показаться аппетитным. Мышки едят все. Если вы оставляли где-нибудь в гараже кусок хозяйственного мыла, то приходите весной, а половин куска нет, его съели мыши. Мы сегодня на разведке на северке, посмотрите, что тут с завалами, с мусором. Как всегда плавает кусок холодильника, и первый раз мы увидели вот такую штуку, смотрите. Пенопласт с холодильников едят бобры. Он, получается, пропитан водорослями всякой такой штукой. Видно, им это по вкусу нравится, пахнет вкусно. И они начали есть эту пену, да, этот пенопласт. Вообще жесть. Скоро эта боберская плывет. Да. Надо будет от этого всего пенопласта избавляться на реке. Итак, мы собрались на воду в холодное время года. Берем доску. Ну, если она у вас свернута, если не накачана, и вы ее не везете на крыше автомобиля, да, была вот она у вас в тепле, либо она была на морозе где-то у вас хранилась, она в замерзшем состоянии, прям вот не разворачивая, просто берем и кладем ее в машину. Значит, если у вас доска лежала на морозе, можно ее за благовремя занести в тепло, чтобы она там согрелась, прогрелась, да, и после этого класть только в машину. Когда вы едете на спот, приезжаете на водоем, даже у вас доска, ну, если не очень холодно было, она полежала немножко, вот лучше вынуть из рюкзака, она полежала немножко в автомобиле, вы едете, у вас работает печка, доска успевает прогреться. Самое важное, чтобы мы не разворачивали замерзшую доску. Самое главное, чтобы она была прогрета, теплая. Если вы будете разворачивать замерзшую доску, вы ее можете повредить, можете повредить коврик. Сейчас покажем, что с ней происходит, когда она у нас в мороженом состоянии. Вот те самые два лоскуточка из ремкомплекта, которые я вынул из морозилки только что. Вот смотрите, мороженое минус 20, да, вот, он не распрямляется. Этот тоже самый, я специально взял черный, но здесь вот не видно, потому что он очень тонкий, и он сейчас эластичный. Суть такая, вот вы выпрямляете, и складка остается в этом месте, где вот складка, могут образоваться заломы. Это очень хорошо будет видно, если вот так вот переложить. Видите, вот он побелел. Вот я его раскладываю, вот тут видно белая точка такая. Это уже микротрещины. Вот здесь вот, в этом месте, появились микротрещины. То есть со временем он может отсюда начать травить. Вот тоже прекрасно видно. То есть это сейчас на улице где-то 0 плюс 1. Вот я их только что достал из морозилки, минус 20. И вот, по сути, мы сделали предпосылку к тому, чтобы вот здесь в целом месте со временем появилась дырка. То есть прям видно, да? Вот уже такое, как вмятина. Вот. Ни в коем случае этого нельзя допускать на досках. Это тонкий материал. Он, пока я его сейчас нес от морозилки, вот он даже покрывается, типа инием, как бы запотевает. Но он, чем толще материал, тем хуже он переносит вот эти вот сгибания и разгибания. Это вот, например, прекрасно хорошо видно на примере мешков. Вот немножко разный ПВХ. Он прям вот дубовый. Это хрустит он. Он, да, аж похрустывает. Хотя здесь тепло. Здесь плюсовая температура. Вот в бутылках вода лежит, она жидкая, да? И вот этот вот, он коляный весь такой, вот он прям. А вот этот вот нормальный ПВХ, он достаточно мягкий и хорошо сгибается. Никаких, значит, перегибов, заломов у него нет. То есть от состава ПВХ, вот от самих там пластификаторов, где их меньше, он более такой будет дубовый. Вот я даже смогу скатать, и видно, что с ним ничего не происходит. Как вот здесь вот на заломах, на загибах, так и, собственно, вот здесь вот. Он остался абсолютно герметичным. Ну, ПВХ, вот эта вот эластичность, она пропадает при весовой температуре очень быстро. То есть вот сейчас он в плюс два он эластичный, а в минус два он уже будет вот такой вот дубовый. Причем затвердет он очень быстро. Вот вы его, допустим, вытащили из машины, бросили там на снег, через две минуты поднимаете, все, он уже дубовый. Значит, что обязательно нужно прогревать, кроме доски? Обязательно мы держим в тепле насосы. Почему? Потому что там внутри находятся резиновые уплотнители, которые на морозе дубеют, и они просто перестают... Причем многие путают, когда говорят, что нельзя эксплуатировать ПВХ зимой, путают с резиновыми лодками. Резиновые лодки есть. Есть лодки из ПВХ, из такого же материала, как сделаны СААП, а есть прямо из резины. Из ткани прирезиненных. А резина, она на морозе прям трескается. То есть ее нельзя эксплуатировать ни в коем случае на морозе. Она прям вот даже в гараже хранить нельзя, потому что резиновые изделия не... Она подвержена очень таким... У нее большой диапазон вот это вот расширение при охлаждении. Она сжимается, да, и она вот просто, когда лежит, хранится, нагревается, остывает, нагревается, остывает, и вот появляется микротрещина просто в состоянии покоя. С ПВХ этого не происходит. С ПВХ происходит только, если вы на него воздействуете. Вот. Значит, насосы мы обязательно храним в тепле. Ну, если вы не планете, зимой им пользуются, в принципе, можно его хранить и в холоде, да, но перед использованием обязательно его надо, чтобы он прогрелся. Вот. Это также касается электрических насосов. Тех, которые вы подключаете к своему автомобилю, компрессоры, да, там мало того, что там резины очень мало, там есть всего-навсего один лепесточек клапана обратного, а все остальные части, там, как правило, пластмассовые, либо металлические, и металл там, скорее всего, будет силумин. Силумин очень сильно кристаллизует, ну, у него структура кристаллы, да, и на морозе он становится хрупким, и эти вот кристаллы между собой, ну, просто крошится он, и все. Ну, плюс пластмасса сама на морозе крошится, более хрупкая, но и не это даже страшно, а страшно то, что в момент пуска на обмотках он начинает греться, да, а металл вокруг холодный, появляется конденсат, и может коротнуть, то есть вы можете просто-напросто сжечь свой электродвигатель в компрессоре. Поэтому тоже всегда, либо перед тем, как ехать в хранимого дома, мы нагреваем, либо пока он едет в машине, он тоже немножко успеет нагреться. Как только вы приехали зимой на водоем, ваша первая задача, это достать доску, взять насос, сразу ее раскатать, и сразу начать накачивать, потому что пока вы ее раскатываете, она сразу очень быстро начинает остывать и, соответственно, дубить. Начинаете ее качать, не важно, ручным насосом, в смысле, вручную там, да, ножным, если у вас такое есть, там, автомобильным, не важно, абсолютно качайте вы ее. Доски можно смело качать в холодную погоду, потому что, когда вы качаете, вы нагреваете воздух, у вас поступает теплый воздух, что вы компрессором качаете, что ручным насосом качаете, у вас теплый воздух поступает в доску, нагревает дробь спич внутри, саму доску нагревает, и можно без проблем качать. Вот, значит, ну, вы накачали доску, покатались, у вас на ней образовалась скорка льда, ничего страшного, вы можете, прям, постучав по доске, она будет работать, как мембрана у барабана, да, когда по ней барабальщик барабанит, и этот лед, он будет отлетать. Не надо стремиться, там его отколупывать, весь бог с ним останется, сколько останется. Обратно мы рекомендуем доски возить в накачанном состоянии. Во-первых, к вечеру, когда вы уже накатаетесь, можете подморозить, у нас были случаи, когда мы выходили в плюсовую погоду, а возвращались и не могли сойти с доски и снять с нее свои вещи, потому что у нас все примерзало. Ну, вот банально, примерзало, ноги примерзали, германишки примерзали, вот, аккуратно приходилось открывать. Если у вас есть, а у нас, в нашем клубе всегда есть с собой термис с горячей водой, можно аккуратненько отлить, но без фанатизма, больших перепадов ПВХ, перепадов температуры, ПВХ не очень любит. Итак, если у вас нет возможности везти на багажнике автомобиля доску, все равно ее в холод можно сдуть аккуратно, но сворачивать ее надо не как обычно вы сворачиваете, вот таким вот образом мы прям взяли и мотаете рулончик. Нет, вот так вы доску скорее всего попортите. Сворачиваем мы доску следующим образом. Она у нас сдулась, она не будет такой плоской, как сейчас, чтобы не тратить время, не будем ее не давать целиком. И мы ее стараемся скрутить как можно меньшими перегибами. И максимально меньше количества вот этих заворотов. Аккуратно. Да, нам будет большая, много места занимать. Аккуратно соберем вот так и кладем в автомобиль. Ничего страшного. Да, она заняла раза в три больше места. Все, закрываем багажник, заводим автомобиль и греем салон. Пока вы будете ехать до дома, доска прогреется, скорее всего она вам там что-то намочит, но это не страшно. Включите кондиционер, потом он просушит вам в салон автомобиля. Ничего смертельного в этом нет. В конце концов садитесь сырыми ногами и снег у вас там и ничего с машиной не происходит. Пока вы едете, доска у вас опять же оттает, отмокет, оттает, размягчится и уже перед тем, как заносить ее в дом, ее можно будет уже чуть-чуть компактнее скрутить. Причем прям в багажнике. Причем прям в багажнике. Вот сейчас покажем как можно это сделать. часть доски оставляем там и постепенно вот так вот сворачиваем. Все, она у нас практически стала такого размера, который поместится у нас в рюкзак. Если у вас есть возможность разложить сиденье, тогда это еще проще сделать. Если у вас седан и маленький багажник, можно ее вытащить, положить прям так же на снег и пока она не остыла, быстренько смотать и занести в тепло. После зимней эксплуатации доску обязательно надо очень хорошо высушить. только после этого убирать на хранение ну или хранить ее на качественном состоянии, как это делаем мы. Вот еще часть досок, которая у нас хранится также на качественном состоянии. Также наша лодка сопровождения вот видите, ей просто придана форма, то есть нет какого-то такого дизинного давления. Остальные доски тоже в мягком состоянии просто придана форма. И немножко охранения инвентаря в зимний период, именно когда морозы. Если вы не катать, то в принципе не важно как где, главное, чтобы в одном месте все это хранилось вместе с доской, то есть я имею в виду это касательно весел, лешей, плавников, то есть не разокомплектовывайте. Если у вас плавник с болточком, болточка обязательно наворачивайте на плавник, чтобы он не терялся, не кладите его там в тубус с ремкомплектом, он может нечаянно выскочить, потерять все. Плавник обязательно кладите вместе с доской всегда, мы иногда даже кладем их не в карман в рюкзаке, а засовываем под ручку, чтобы он всегда был, ты разворачиваешь и вот сразу видишь плавник, потому что в кармане они бывает, теряются и имейте такую привычку перепроверять, то есть вы собрали, все убрали и перепроверьте. Чаще всего плавники лиши, забывают, прямо на траве оставляют. Что касается хранения, значит, особенно весел зимой, после того, как вы покатались, некоторые весла бывают вовнутрь попадает вода, то есть не в некоторые, а во все весла раскладные, разборные. разборные, да, ну, бывают, допустим, хорошие карбоновые весла, у них очень герметичное место стыка, вот это вот, да, туда вода не заливается, но может просто насочиться, потом это дело замерзает, вы положили где-то в холодном месте, у вас осталась корочка льда, и вы поехали кататься, а уже не можете одеть, потому что вас здесь льет, и надо лед, блин, шкрябать как-то, ну, нехорошо, вот сейчас смотрите, вот сейчас держал, натекло откуда-то вот, не знаю откуда, а, вот, вот, прекрасно видно, да, видите, вот здесь заглушка, и вот она сырая, вот вода капает из весла, причем смотрите, это верхняя часть весла, вот, каким образом туда попадает вода, ну, остается загадкой, суть в чем, мы всегда весла, перед тем, как убрать положительное хранение, приехали с каталки, не важно, на одну ночь вы оставляете их на хранение, либо там, на весь оставшийся сезон, в зимний я имею ввиду, расстыковываем все весла, выливаем воду и оставляем вот так вот постоять, чтобы они, из них эта вода стекла, да, вода вся не стечет, да, она замерзнет, но, зимой, даже лед, он все равно испаряется, со временем они высыхают, и спустя там, ну, на следующий каталку вы уже идете, мы эти весла собираем, либо я смотрю, что оно, да, уже гарантированно сухое, собираем, вот, ну, либо вы его убираете в свой чехол, либо, у меня есть такой стендик, где висит много весел, в таком состоянии мне сразу удобно подойти, выбрать, какое мне нужно весло, взял и пошел, вот, и так они не валяются, не мешаются, ну, и не теряются, самое главное, у тебя тоже есть, что сказать по поводу хранения весел, зачем коврики дерешь, мы из тебя тоже коврик сделаем, на доску, если будешь драть, нет, эта кошка у нас послушная, она у нас ковры не дерет, у нас тут соведущий появился, не хочет слезать с меня, смотрите, когда вы на морозе сворачиваете доску, то, что я говорил, не сворачивайте ее как можно плотнее, нельзя этого делать ни в коем случае, как можно свободнее, лишь бы влезло в автомобиль, смотрите, что может произойти на морозе с вашими боксами, ну, это знаменитые бекатлонские боксы, которые даже летом ломаются, но, тем не менее, такой вот может произойти с любым пластиковым боксом, исключение может быть только составит боксы слайд-ин, потому что они сделаны не из пластика, как вот эти вот, или юс-боксы, да, они сделаны из мягкого ПВХ, который на морозе тоже может быть таким эластичным, то есть, если у кого есть на досках дополнительные такие маленькие черные плавнички, они ровно из того же материала, сделаны, как и сам бокс слайд-ин. Хотим показать вам одну из наших легендарных досок, да, она лыжная, да, она древняя, доска 13-го года, ей 8 лет, все 8 лет, ну, пару лет первых своей жизни она проработала в моем индивидуальном пользовании, да, все остальное время она работала в прокате. У нее прекрасно сохранился коврик, смотрите, ничего не расклеилось, не отклеилось, здесь я просто модернизировал, вставил карабинчики, да, вторая карга, этот багажник, это я уже сам лепил дополнительно, изначально его не было. Это для чего мы показываем эту доску? Это потому, что доски можно эксплуатировать зимой, жестко эксплуатировать, именно вот эти доски у нас прошли в прямом смысле огонь, воду и медные трубы, в соревнованиях на них участвовали, зимой и перекаты. И самые жесткие условия мы берем именно вот эти доски, и зимой они плавали, смотрите, и лед мы ломали, никаких надрезов, ничего нету, ничего не потрескалась, доска живая. Да, абсолютно. Вот, единственное, будет видно, не будет видно, хочу показать, вот такой, как бы, складочка, заломчик получился, но здесь уже возможно, что просто от времени спускаю я эту доску один раз в году практически, когда мы едем на фонтанку, везем много досок, мы их сдуваем, сматываем, кладем в прицеп, чтобы их как можно больше поместилось, чтобы меньше был воздушный объем сопротивления прицепа, и везем их, ну и чтобы они на солнце не страдали, пока мы их далеко везем до тысяч километров, вот, а все остальное время доска у меня хранится вот в таком накаченном состоянии, вот, пожалуйста, 8 лет жесточайшей эксплуатации, а я сейчас пример жесточайшей эксплуатации выложу, как мы сжигаем масленицу на этой доске, во время масленицы, прямо, доска, доска огня тоже не боится, ну, условно не боится, надо все равно принимать меры предосторожить, если кому интересно, мы можем рассказать. Гори, гори, я осторожу! Ха-ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха-ха-ха! И, ну, вот здесь вот как раз видно, как мои коты безобразненькие точили когти. То есть, вот такое будет. Это я еще вовремя успела отогнать, а то коврик становится совсем мохнатый, прям пушистый, как сам кот. Берегите свои доски и не бойтесь эксплуатировать их зимой. КОНЕЦ КОНЕЦ